Добрый вечер! Это ток-шоу «С глазу на глаз». Мы в прямом эфире. Многие из нас, большинство христиан находятся в ожидании одного из главных христианских праздников Христового Воскресения, который в этом году будет праздноваться 5 мая. Однако к празднику необходимо каждому быть готовым. Собственно говоря, как прийти подготовленным к празднику Христового Воскресения, как пройти одну из самых сложных седмиц, так называемую страстную, и как себя вести непосредственно после, 5 мая, поговорим с сегодняшним гостем программы про Таиреем Евгением Пейковым. Отец Евгений, вечер добрый вам! Здравствуйте! Почему последнюю неделю Великого Поста называют страстной? Слово страсти на церковно-славянском языке означает страдание. Собственно, страдания Христовы и воспоминаются в эту последнюю неделю. И если сказать о самых напряженных, самых насыщенных днях страстной седмицы, то среда – это день предания Христа Иудой за 30 серебряников. Четверг страстной седмицы, так называемый Великий Четверг – это день тайной вечери, когда Христос установил таинство причастия. Пятница – это, собственно говоря, сам день страданий Христа, его смерти на кресте. И суббота – это день покоя, день, когда тело Христа лежало во гробе, душой пребывал он в аде, а божеством своим в раю в Царстве Небесном с Отцом своим Небесным. И, собственно говоря, вот эта вот страстная седмица и готовит нас, и вводит, и подготавливает нас к празднику Пасхи. Ну вот, собственно говоря, что должен делать, а чего нет делать человек, христианин в страстную неделю? Православная Церковь, прежде всего, призывает верующих чад к посещению особых богослужений. Особая служба совершается в четверг. Утром совершается литургия, за которой все верующие стараются причаститься святых христовых тайн. В четверг вечером читаются страстные Евангелия. Это особые отрывки из Евангелия, где по часам в последовательности всех событий рассказывается о последних часах земной жизни Христа и его страданиях. В пятницу совершается особый чин вынос плащаницы, и каждый христианин, который приходит на этот чин, прообразует собой тех людей, которые были рядом со Христом, Божьей Матерью, Иоанн Богослов, Иосиф, Армафейский, Никодим. Все апостолы разбежались, но несколько человек все же оставалось верными ему до последнего момента. И вот мы собираемся в пятницу, чтобы вспомнить и подумать об этом событии. В пятницу вечером в городских соборах совершается особый чин, чин погребения плащаницы Христа Спасителя. Это погребальная процессия, в которой участвуют все священнослужители и верующие. В маленьких храмах это совершается в субботу рано утром на рассвете. И все это вместе является приготовлением христиан к празднику Пасхи. Конечно, мы продолжаем еще поститься, продолжаем духовно и молитвенно готовиться. Но покаянный подвиг уже отходит на второй план. И в Страстой Седмице уже нет тех покаянных песнопений, нет уже того самоанализа, нет той зацикленности, что ли, на своих каких-то грехах, на своих поступках. Все наше внимание от себя переходит ко Христу, к его страданиям и к тому подвигу искупительному, который он совершил ради нашего спасения. Отец Евгений, помимо действий человека в храме, в быту, как-то по-особенному в эти семь дней должен человек себя вести? Или здесь как бы не распространяется? Каких-то особенных, таких слишком сложных правил или регламентаций нет, потому что в основном православная церковь не регламентирует жестко бытовую, домашнюю жизнь христиан. Каждый человек имеет свободу, каждый человек имеет возможность самостоятельно регулировать свою бытовую, домашнюю жизнь. Но тем не менее, каждый, наверное, сам по совести должен подумать и все-таки постараться как-то выделить больше времени, наверное, для богослужения. Если нет возможности посетить богослужение в Страстную Седмицу, хотя бы дома открыть Библию и прочитать вот эти последние главы евангельские о страданиях Христовых, чтобы своей душею, умом и сердцем поучаствовать в этих событиях. Насколько правильно звучит формулировка о том, что в эти 7 дней нельзя веселиться особо, скажем так, заниматься непосредственно такими обычными домашними делами, то есть уборки и так далее и тому подобное? Обычные домашние дела их никто не отменял, нужно каждый день кушать и каждый день, извините, белье стирать, это никто не отменяет. Но, тем не менее, какие-то важные дела, какие-то особые мероприятия, которые требуют много душевных сил, какие-нибудь начинания, конечно, в эти дни христиане стараются не делать, потому что все-таки все внимание, оно акцентируется на тех праздничных событиях. Ну, а что касается развлечений, ну, мне, допустим, не до развлечений, когда я думаю о том, что происходило в это время в Иерусалиме, как Иуда предавал Христа, как его распинали, как его мучили, в общем-то, особенно как-то и не хочется развлекаться. Поэтому, наверное, тут тоже какого-то запрета категорического, что вот прям-таки вот если будешь развлекаться, что-то страшное произойдет. Но я бы не стал так делать, не стал бы никого запугивать, не стал бы кого-то дисциплинировать путем вот таких каких-то взысканий определенных строгих. Все-таки дисциплинирует каждый человек сам себя, и церковь, она скорее несет некую такую нравственно-назидательную функцию. Она не несет в себе функцию цензора или какого-то такого запретительного органа, который вот все регламентирует, что можно, а чего нельзя. Человек должен расти нравственно, расти духовно, и признак целостного человека – это умение все-таки выбирать время и для праздников, и для будней, и для развлечений, и для каких-то более серьезных моментов. Когда человек нравственно, духовно, психологически, гармонично развивается, у него все эти чувства, они проходят размеренно, и всему свое время человек чувствует себя в этом хорошо, он чувствует себя спокойно, он понимает, что он живет не непутево как-то и бессмысленно, а его жизнь имеет определенный смысл, определенное направление, определенное содержание. Всегда человек знает вкус и радость, и развлечение, и удовольствие, когда человек к этому всему относится трезво и как-то по-взрослому. Давайте поговорим об истории праздника, и самое главное, почему название Пасха, что означает это слово? Ну, сама история праздника описана в Евангелии, во всех четырех Евангелиях есть упоминание об этом событии. Ну, если вкратце пересказать, то в начале третьего дня после смерти Христа, согласно иудейскому обычаю, нужно было прийти к пещере, которая являлась гробом, в котором погребали усопших, и совершить еще один дополнительный обряд, который не успели совершить сразу же после смерти Христа, потому что наступила суббота, в которой нельзя было ничего делать по еврейским событиям. Вот Мария Магдалина, другая Мария и жены мироносецы пришли ко гробу Христа, и в то же время они размышляли, кто же нам отвалит камень от гроба, потому что камень был велик, а у них не было таких сил, чтобы самим его отодвинуть. Но когда они пришли, чтобы совершить этот обряд и помазать тело погребенного Христа, они увидели, что камень отвален, нет тела Христова, а сидит ангел и говорит, что Христос воскрес, не ищите его с мертвыми. Затем Христос явился Марии Магдалине, затем Петру, затем другим ученикам. Всего было 9 зафиксированных в Евангелии явлений Христа ученикам, но на самом деле их было намного больше. В течение 40 дней он постоянно являлся им, рассказывал, вместе с ними вкушал пищу, чтобы они не думали, что это призрак или дух. И также в воскресенье Христа видели солдаты, охранники, которые охраняли гроб, но как свидетельствует Иоанн Богослов, который присутствовал при казни Христа, он говорит, что они взяли деньги у первосвященников и за эти деньги начали лжесвидетельствовать о том, что ученики украли тело Христа. Но то, что ученики не воровали, в этом я лично не сомневаюсь, потому что они были все в страхе, в трепете, прятались кто где и боялись даже выйти на улицу, потому что на них также возводились напраслины, обвинения и гонения. Вот поэтому сама вот история, она довольно-таки проста, эта история действительно о том, как ученики пришли ко гробу и увидели пустой гроб и увидели воскресшего Христа, который сказал, мир вам, радуйтесь, ибо смерть побеждена, я воскрес и дарую вам всем прощение и жизнь вечную. Слово Пасха. Это слово еврейское, по-еврейски оно звучит как Пейсах, это слово переводится на русский язык как прохождение мимо. И этот праздник еврейской Пасхи Пейсаха, он был установлен за более чем тысячу лет до нашей эры, до Рождества Христова, в честь перехода евреев через Черное, называется сейчас Красное море, которое между Египтом и Израилем находится. И в этот день произошло избавление, избавление народа Израилева от египетского рабства. И в честь этого был установлен праздник, во время которого нужно было взять ягненка, заколоть его, испечь его целиком и с травами вкушать. Это нужно было делать всей семьей или несколько семей вместе собираться. Сочеталось, что кто участвует в этом пиршестве пасхальном, то тот будет участвовать и в будущем царстве Мессии Христа. И вот как тогда это было избавление от рабства египетского, то сейчас мы празднуем избавление от рабства греха, дьявола, смерти, всего того, что грехопадение принесло в мир. И празднуем вот то прощение, то спасение, которое даровал нам Господь. Отец Евгений, многие люди, которые не ходят в церковь или не часто посещают храм и не считают, возможно, себя верующими, приходят в храм в пасхальную ночь. Что, на ваш взгляд, влечет их туда и каким людям, не церковным, а иногда и тем, собственно говоря, кто и приходит в церковь, но не знает всех порядков храма, объяснить смысл праздника Пасхи и свое поведение в пасхальную ночь? Я не раз задумывался об этом вопросе, поскольку каждый священник, наверное, сталкивается и с одной стороны с радостным событием, что в храм приходит очень много людей и все хотят приобщиться этой радости. Хотя, может, даже не совсем, наверное, понимают, почему она, эта радость, есть. Но сама атмосфера, сам вот тот дух Пасхи, дух праздника, он касается сердец людей, наверное, не очень церковных и не понимающих, что происходит. Это, конечно, радостно и приятно для нас и для всех верующих. Но есть некий такой момент, конечно, и грустный, что многие люди действительно приходят и в нетрезвом состоянии и ведут себя каким-то неподобающим образом для христианина, для церкви, для того, чтобы приобщиться именно к праздничной радости. То есть праздник духовности, праздник спасения, можно сказать, для кого-то превращается в праздник желудка. Но я думаю, что вот эти все издержки, эти все моменты, связанные с каким-то определенным, может быть, отсутствием грамотности, отсутствием знаний у нашего народа. Ну, это все-таки, я думаю, можно как-то претерпеть и с этим можно что-то делать. Я хочу сказать, что вот в последние несколько лет все-таки ситуация меняется к лучшему и люди как-то более культурно все-таки подходят уже к храму в праздник Пасхи. И уже лучше знать, как себя вести. Я думаю, что в этом есть заслуга и наших телевизионных каналов. Я очень благодарен также вашей телекомпании за то, что предоставляете возможность общаться и рассказывать людям о праздниках, о событиях. Поэтому эту проблему мы решаем постепенно. И с Божьей помощью и с помощью средств массовой информации удается все-таки людям рассказывать о том, что же такое праздники, зачем они нужны и как себя вести. Поэтому мы рады всем людям, рады всех видеть. Рады каждому человеку подарить частичку этой пасхальной радости. Мы приветствуем друг друга пасхальным приветствием Христос воскрес и отвечаем воистину воскрес. Это тоже особая атмосфера и наполняет общение христиан между собой в пасхальную ночь. И не только в пасхальную, а все 40 дней празднования Пасхи до Вознесения. Поэтому я не знаю, почему вот так у нас происходит. Видимо, слишком долго мы жили в атеистическую эпоху, слишком много было искоренено. Но видимо, какое-то очень глубокое все-таки осознание веры и необходимости веры. И необходимости этой радости, какой-то неотмирной, неземной радости, оно все-таки в глубине души осталось. Генетически может как-то даже передалось. Поэтому многие люди все же стремятся в храм именно в пасхальную ночь. Отец Евгений, ну давайте попробуем все-таки для людей пояснить, как происходит богослужение на Пасху. И расскажите, пожалуйста, о крестном ходе, собственно говоря, о его значении. Сама пасхальная ночь начинает свои богослужения где-то в половину 12-го. Священник выходит на средину храма и считаются молитвы у плащаницы. Это такая особая икона, расшитая, которая изображает погребенное тело Христа, вот как бы лежащее во гробе. Где-то без четверти, без десяти, двенадцать ночи священники с верующими людьми выходят из храма и совершается крестный ход. Это собой прообразует шествие жен Мироносец ко гробу. Священники с людьми обходят вокруг храма и ровно в полночь останавливаются у закрытых дверей храма. Это собой символизирует закрытый гроб, закрытую пещеру, в которой лежало тело Христа. И вот когда часы бьют ровно полночь, открываются врата храма и священник приветствует всех пасхальным приветствием Христос в воскресе и дает благословение на начало ночного пасхального богослужения. То есть если вы хотите увидеть и почувствовать и услышать всю пасхальную ночь, то нужно прийти не в полночь, а прийти чуть раньше, хотя бы к одиннадцати вечера, для того, чтобы все это прочувствовать. Если кто добирается в храм на транспорте и может добраться к девяти вечера, а потом уже позже транспорт не ходит. То есть храмы открыты, где-то с восьми вечера храмы открыты, чтобы люди могли прийти заранее по светлому в храм, подождать пасхального ночного богослужения. И также читаются деяния святых апостолов, чтобы людям была возможность занять себя в это время и с пользой посидеть в храме на скамеечке, послушать чтение, ожидая пасхального ночного богослужения. В пасхальную ночь совершается утренняя пасхальная, которая начинается в двенадцать часов ночи, и совершается пасхальная литургия, за которой также бывает причащение святых христовых тайн. Но причащение бывает не во всех храмах, а в тех, наверное, где есть такая возможность. Тут надо узнавать заранее у священника вашего храма, будут ли причащать. Если будут причащать, то можно подготовиться к причастию и причаститься в пасхальную ночь. Но вообще в древности все христиане обязательно причащались в пасхальную ночь, и это было таким вот обязательным, что и правилом для всех людей. Заканчиваются пасхальные богослужения внутри храма где-то к четырем часам утра, и после этого освящаются те приношения, которые люди приносят для того, чтобы завершить свой постный подвиг, разговеться и вкусить какие-либо пасхальные продукты, освященные перед пасхальной. А вот почему, Отец Евгений, необходимо освящать пасхальные куличи и крашенки? Чин благословения плодов земли и продуктов питания – это древняя, еще даже иудейская, дохристианская традиция, которая очень хорошо описана в Ветхом Завете. Это и праздник сбора урожая, и начатки первых плодов. Ну почему именно хлеб сдобный и крашеные яйца? Ну потому что Христос сказал «Я хлеб жизни». И хлеб, или артас, как еще его называют, он собой символизирует все-таки вот ту новую жизнь, которую даровал Христос. А пасхальное яйцо – это был подарок Марии Магдалины императору Тиберию. Есть такое христианское предание. Ну предание – это не потому, что это какие-то вымыслы, а потому что нет какого-то письменного документа, подтверждающего. Это передавалось из уст в уста потом, когда-то христиане записали это. И император Тиберии воскликнул «Я скорее поверю, что вот это яйцо станет красным, чем поверю в то, что Иисус Христос воскрес». И как только он повернул свой взгляд, он увидел, как яйцо стало красным, и он приказал поставить статуя Христа в римском понтоне. Он был язычником, он считал «Да, возможно, есть такой божок там или какое-то божество иудейское». И он присоединил его к римскому понтону. Ну все это не сохранилось до сегодняшнего дня, но есть вот такое предание, нет оснований как-то ему не доверять. Все это вполне правдоподобно. Поэтому вошла такая вот христианская традиция приветствовать друг друга и разговляться вот именно куличами, то, что называют Пасхой у нас, и крашенными яйцами. Это, в общем, такая народная традиция, с какими-то догматами церковными она не связана, и каких-то, ну, особых таких этому придавать значений тоже не надо. Ну, много таких хороших традиций есть народных, которые церковь также поддерживает, потому что они, в общем-то, ну, придают тоже какой-то дополнительный приятный праздничный смысл тому, что происходит. Почему принято дарить на Пасху и обмениваться друг с другом крашенными яйцами? Ну, вообще, в древности была такая традиция на Пасху. Люди готовили себе стол праздничный, и часть продуктов этого стола они относили бедным. Очень много было многодетных семей, вдовиц, ну, государственной пенсии не было, там, сироты, как правило, были предоставлены, ну, милосердию людей. И поэтому всегда относили многодетным семьям, относили бедным, помогали людям. Вот мы практикуем сейчас такую практику. У нас в пасхальную ночь, утром, когда прошло уже чинопоследование освещения приношений, мы командируем прихожан, собираем эти приношения и отвозим в детский дом, в больницу, в тюрьмы. То есть туда, где люди находятся в тяжелой ситуации, для них это маленькое приношение, для них это будет радостью, для них это будет возможностью как-то скрасить этот праздник. Вот я думаю, что можно каждому человеку последовать этому традицию, приготовить маленькое приношение и отнести кому-то нуждающемуся. По месту жительства есть такие везде семьи, которые будут рады вашему подарку. Вот это будет такое вот, наверное, очень уместное и правильное толкование вот этого древней традиции дарить друг другу крашеные яйца и другие продукты питания на Пасху. Отец Евгений, растолкуйте, откуда пошел обычай приветствовать в день Пасхи друг друга поцелуями. Лапзания это древнехристианская традиция и древние христиане, встречаясь, прикладывались друг к другу, целовали в щеку друг друга. Это было очень распространенным обычаем и причем это делали не только на Пасху. Считалось, что христианская община это семья. И первые христиане, собираясь в воскресенье, они не знали, соберутся они снова в воскресенье или нет, потому что были гонения, были очень сильные казни за христианство. И встречаясь в воскресенье и видя друг друга, для них это было как встреча после очень долгой разлуки, как встреча с человеком, который ушел в дальнее плавание и не знали, вернется он или нет из этого плавания. Вот и поэтому они, конечно, обнимались и целовались. И есть такая традиция у духовно близких людей, у духовных братьев и сестер, приветствуя друг друга, также давать друг другу дружеское, братское целование. И не только это на Пасху, это и в другие дни. Но на Пасху именно все подряд целуются, потому что Христос своей любовью, своей благодатью, Он всех соединил вместе. Есть даже такое выражение, что друг друга обымем и простим все воскресеньем. То есть все обиды прощаются и все какие-то человеческие наши разногласия, трения, различия, все должно уйти в сторону, уступить место вот этому единству. Но и после Пасхи тоже разногласия не должны преобладать. А все-таки единство, любовь, мир, понимание должно быть на первом месте. Отец Евгений, люди покинули территорию церковной обители, день Светлого Христового Воскресения. Как они должны себя вести в этот день и в последующие себе дневное празднование? Собственно говоря, почему Пасху празднуют 7 дней? По поводу поведения, немножко скажу поведение в храме. Вот Пасха это единственный день, когда в храме разрешается кричать. Вот особенно детям нравятся пасхальные богослужения, потому что когда священник выходит и говорит «Христос воскрес!», вот дети во весь голос кричат в ответ «Воистину воскрес!». Это очень нравится детям. И обычно детей всегда одергивают, там не шумите и не кричите, то как раз вот в пасхальные дни им разрешается кричать и шуметь в храме сколько угодно. И для них это очень такое радостное и приятное такое исключение из общего правила. Вот радоваться нужно, веселиться, приветствовать друг друга. Ну, я бы, наверное, как член Донбассского общества трезвения и сам также человек, трезвящийся уже несколько лет, я бы, наверное, еще напомнил о том, что все-таки не следует упиваться, не следует предаваться пьянству, которое, ну, к сожалению, у нашего народа очень сильно распространено. Все-таки это праздник духовный, да и вообще всегда христианину не стоит, наверное, этим заниматься. Ну и, опять-таки, для тех, кто не может воздерживаться, есть у нас и в Донецке, и в Макеевке, и в других городах области общества анонимных алкоголиков, куда можно обратиться. Сейчас, конечно, это не тот случай, не тот эфир, чтобы об этом говорить. Ну, пользуясь случаем, хочу сказать, что есть возможность получить помощь и, в общем-то, избавиться от этого недуга при помощи духовных средств, которые предлагаются. Поэтому, я думаю, что трезвение – это основная рекомендация, которая может быть. А в остальном нужно праздновать, веселиться, радоваться, ликовать, поздравлять друг друга. Почему семь дней? Сама пасхальная седмица семь дней отличается от всех остальных дней, потому что все эти семь дней совершаются ежедневно на богослужении, точно такие, как на Пасху. Вот многие люди ночью не могут прийти с маленькими детьми, например, или больные люди на второй, на третий день Пасхи и все остальные дни до субботы пасхальной, светлой, каждый день совершается богослужение такое же, точно, как на Пасху. Ну, немного короче, там свои особенности, но в целом богослужение такое же. Поэтому, если вы по семейным обстоятельствам или по работе, или еще по каким-то причинам, ну, есть же профессии, когда приходится и на Пасху выходить, на работу – это транспорт, это те же какие-то шахты, там, заводы, где непрерывный цикл. Поэтому вы можете и на второй день, и на третий день Пасхи прийти в храм и поучаствовать в таком же пасхальном богослужении, и прочувствовать такую же пасхальную радость, как и пасхальную ночь. Отец Евгений, у нас буквально минута остается до конца эфира. Не могу не спросить вас о том, как правильно все-таки поминать усопших, как вести себя на кладбище. Ну, ограничусь, наверное, тем, что скажу, что в праздник Пасхи мы не ходим на кладбище, и всю пасхальную седмицу церковь не благословляет посещать кладбище, потому что нужно радоваться, нужно ликовать, и все усопшие в это время также радуются и ликуют. И кладбище – это не место, где нужно пребывать в пасхальные дни. Вот после Пасхи через неделю будет Радоница. Радоница, вообще-то, строго во вторник, в девятый день после Пасхи. Ну, допускается по традиции уже нашей и в воскресенье, и в понедельник посещать кладбище, поминать своих усопших. Но опять-таки хотел бы остановить внимание на том, что православная традиция не допускает поминания усопших спиртным. Во всем остальном те же самые действия, что и всегда. Молитва, милостыня, добрые дела, посещение кладбища, уход за могилами усопших – это все делается уже после того, как пройдет Пасхальная Седмица. Спасибо большое вам, отец Евгений, за то, что вы были сегодняшним нашим гостем в студии. Спасибо за то, что ответили на вопросы. Напоминаю, что сегодня гостем ток-шоу «Глазу на глаз» был Протеерий Евгений Пейков. Говорили мы о том, как подготовиться к Великому Дню, к празднику Светлого Христового Воскресения, Пасхи. Несмотря ни на что, верьте в лучшее. Всего вам самого доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»